Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Из книги Лапкина Игнатия Тихоновича «Открытым оком» том 9. Заяц и удав. Евангелие от Иоанна 12.6. Сказал же он, это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Каждый стих – это бесчетное число проповедей. Можно остановиться только на некоторых словах, чтобы их высветить, что другие проповедники, может, обошли или руки еще у них не дошли. Иуда так сказал, потому что был вор. Это понятно. Многие слова, какие мы говорим, часто служат для сокрытия невидимых мыслей. Именно так сказал министр иностранных дел Наполеона Толеран. «Слова служат для прикрытия мыслей, чтобы никто не узнал, что я думаю. Когда же я выразил задуманное четко, как написано?» «Я и обещаю, потому что и даю такую программу. Сегодня здесь, в Алтайском крае, выборы губернатора. Можем мы повлиять на них?» «Да никак. Вообще никак. Даже если бы мы желали. Во-первых, нас мало. А во-вторых, в выборах участвуют два человека, которые сегодня не в церкви. И никто из нас их не знает, что они верующие. Я с одним из них разговаривал. Он говорит, а я не верю в Бога. Второй комик. Вообще. В церкви запрещенная специальность. Потому что, Евангелие от Луки 6, 25. «Горе вам, присыщенные ныне, ибо взалчите. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо вас плачете и возрыдаете». «От насмешки доходит до обиды. От обиды до толчка. От толчка до ножа и убийства. Так говорит Иоанн Златоуст. Так что верующие, они вообще никогда, если они верующие, настоящие, в эту игру играть не будут. Пусть играют масонские пешки. А мы, верующие во Христа, доверяемся Ему. И сегодня будем молиться, чтобы Бог дал такого, кого Он пожелает. Может, будет на то воля Божия, чтобы люди, которые голосуют, вычеркнули обоих. И тогда будут новые выборы. И тогда Господь даст нужного. Может, среди настоящих верующих какую-нибудь кандидатуру найдет. «Если бы был там сейчас верующий, священник или даже баптист, а я еще подумал бы, может, и пошел бы. Сначала бы узнал, какой он священник. И даже если бы кандидат, католик верующий был, то и тогда бы безопаснее выбрать его, чем безбожника или коммуниста. Но если ты христианин, то побуди себя, чтобы ты тоже молился. Я спросил бы, я спросил бы, ты молишься? Как же я молюсь постоянно? Но я молюсь Фоме Кимпийскому. Это твое дело. Христа признаешь? Деву Марию признаешь? Да. Слава Христу! Тогда можно было подумать, что мой голос что-то решит. Нам остается только одно. Плодиться и размножаться. А это возможно только через Слово Божие, которое является семенем. И искать плодородную землю. И оплодотворять ее этим семенем. В Израиле это хорошо понимали. И там был закон, который благословлял многодетные семьи. А многодетные у них считались с десяти детей. Сохраняли государство, плодились и размножались. И Бог, говорится, благословил их. И первое благословение, когда Бог Аврааму говорит. Бытие 15.5. И вывел его вон и сказал, посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь сосчитать их. И сказал ему, столько будет у тебя потомков. И сегодня при рукоположении дьякона или в честца сразу надо выводить из алтаря. И во дворе ему голову запрокинуть к небесам и сказать. Смотри на небо, ты будешь проповедником. Вот столько от тебя будет благовестников. Но ведь этого нет. Его учат раскланиваться. Он кланяется, гляжу, иконам. 12 раз архиерея, 3 раза иконе. Его только учат кланяться, кланяться. Мим театральный им безмолвный. Налево, направо учат кланяться. Ходят вокруг. Будут делать раз это по уставу нашему древнему и спасительному. Так нужно. Но не это же главное. Всю жизнь прокланяется. И ничего нигде нет. Научился только ходить. Угольки уронил, подобрать, чтобы не прогорело где-то. И всю жизнь только на угольках просидел. Дым пропускал, и ничего нет. Господь не сказал Аврааму. Выйди и посмотри. Ты видишь, там туман на реке. Вот я тебя благословенным сделаю, что ты столько дыма напустишь. Если диакону показать, сколько дыма напустил он за всю жизнь, так это побольше тумана, чем над большим озером Байкал. Не для этого же нас Бог призвал. Поэтому Иуда, когда говорил слова о социальном обеспечении малообеспеченных слоев населения, как депутат или чиновник, администратор, казнократ, боясь, как бы, а на самом деле был вор. Поэтому те, которые гонят нас сегодня к объединению, они имеют в виду совсем другие замыслы уничтожить нас. У них другого ничего нет. У них непрерывная ложь и смерть. Имущество, которое есть у заграничных, оно по площади равняется 14 Ватикану. И сразу они своих там поставят, соглядатых, своих сотрудников. Это всем понятно. Органы слежения внедрятся на другой день. Совершенно неверующие люди. В этом участвуют органы силовых структур или их начальство. Говорят одно, потом пересказали и уже говорят совсем по-другому. Они выпячивают нарисованные фальшивые и невыполнимые свои программы. Обещания, программы агитации и обольщения. А на самом деле думают о другом. Прорваться к власти. Протащить туда всю мафию свою. Структуру сохранить и дальше обворовывать народ. И миллиарды гнать за границу в Израиль. Он был вор. Потому у него очень хорошая программа. Заметь, какой Иуда добрый. Евангелие Атеана 12.4-5 Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал, «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?» В одном предложении кратко выражена тогдашняя его программа. «Я апостол самого Христа, на которого-то там, патриархово, меня не зазирайте. Я избранный Богом. Я заботюсь о том, чтобы экономно расходовать средства. Смотри, какой экономист. Экономика должна быть экономной. Он все лозунги знает. Потому что был вор». Банки открывает. Потому что был вор. «Куда ни посмотри. Потому что был вор. У него ничего больше на уме не было. Совершилось великое чудо, о котором сегодня будут говорить многие проповедники. Бог воскресил друга своего Лазаря. Я хотел на этом моменте ваше внимание задержать. Есть естественная прибыль и естественная убыль. Человек рождается и умирает. Неестественная прибыль такая. Когда как этот Лазарь неестественно воскрес, его уже вычеркнули. Уже в бюро инвентаризации его списали. Винки родным выдали. Его уже в подотчетности поставили. Уже процент пошел вниз. И вдруг пошла неестественная прибыль. Мы должны заботиться о неестественной прибыли. Естественная убыль. Тогда, когда человек умрет. Это естественно. Завтра он все равно умер бы. А неестественно родиться. Это неестественно воскреснуть. Деяние апостолов 13.48. Язычники, слыша это, радовались и прославляли Слово Господне. И уверовали все, которые были предусловлены к вечной жизни. Естественная убыль. Когда человек умирает. А неестественная убыль. Когда убивают в утробе матери своих детей. Когда священники неправильно крестят. Они их не возрождают, а удушают младенцев у купели. Они не проповедуют. Там мертвецы стоят. Отмолчание пастырей. Неестественная убыль. Мы должны естественную прибыль подтвердить. Ефесянам 1.13. В нем и вы, услышав Слово Истины, благовествование вашего спасения и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом. 1 Фессалоникийцам 2.13. Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине, которое и действует в вас, верующих. В Библии много говорится притчами, иногда иносказательно. Кто читал Библию, тот знает это. То деревья между собой разговаривают, избирают царя, выборы у них идут. Пришли к маслине, ты выйдешь к губернаторам над нами, потом к виноградной лозе. Судьи, 9.13. Виноградная лоза сказала им, оставлю я сок мой, который веселит богов и человеков, пойду ли скитаться по деревам. Мне надо корни глубоко держать, пошли к другому дереву, кедру, не могу я, мое масло знаете какое хорошее, ореховое. Разоговор как раз об Амимилехе, о котором я вам сегодня говорил. Подошли тогда к кустарнику колючему, терновнику, он говорит, с удовольствием голосуйте за меня, я все выполню, перевыполню. Судьи, 9 глава, 14-15 стихи. Наконец сказали все дерева терновнику, иди ты, царствуй над нами. Терновник сказал деревам, если вы поистине поставляете меня царем над собой, то идите, покойтесь под тенью моею, если же нет, то выйдет огонь из терновника и пожжет кедры ливанские. Терновник, вот кого выбирают, колючий и бесплодный. Он сразу согласился, они сами себя афишируют, все столбы забора обклеили, миллионными тиражами, потому что он терновник коммунистической выделки. Виноградная лоза не будет выставлять себя, и какой от тебя сок, и какая от тебя польза есть, великая или малая, на том месте, которое ты занимаешь. Что пастух Амос? Пастух обыкновенный? Что такое рыбак? Рыбака Бог взял и сделал вселенским апостолом. Бог взял сам, избирает он. Народ не голосовал. Дайте нам Павла, Иоанна и еще кого. Это Бог должен сделать. А верующие в безумии своем идут и участвуют в избрании терновника. Вы кайтесь в этом. Сегодня вам время еще Бог дает. Мы повлиять можем на то, чтобы Бог избрал виноградную лозу. Сам, Господи, Ты положи на сердце глупым людям, чтобы не голосовали, а во-вторых, Ты сам избери, кого надо, и умудри его во спасении. Остается только плодиться и размножаться. Нам больше ничего не остается. Однажды спорили между собой море и лес. Море говорит, я к тебе приду, подмою корни, утоплю деревья, унесу, у меня места больше будет в захвате. Тогда все будут видеть, какой я. Лес говорит, нет, я песок надвину дальше, дальше мои шишки будут падать, дальше нарастет, я захвачу землю, займу все места в думе, в администрации. Третье ездры, 4.21. Ибо как земля дана лесу, а море волнами его, так обитающие на земле могут разуметь только то, что на земле, а обитающие на небесах могут разуметь то, что на высоте небес. Притча имеет иносказательный смысл. Иногда говорят, сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцем урок. Я однажды слышал, как удав поглощает зайца. Псалом 103, стих 18. Каменные утесы убежище зайца. Случилось, что однажды молодой заяц видит, ползет удав прямо на него. Он замер, они сразу замирают. Но лютый гад прополз мимо, и ушастый остался жив. Как обрадовался зайчишка, прилетел к своим, заложил, с заиканием новую проповедь. Все, змей теперь совсем другой стал. Рядом был и меня не тронул. Подождите радоваться. Радоваться надо в господи. Возгласив седобородый и лысый заяц. Удав природу свою изменил? Нет. Старый заяц стал рассуждать. Так, ты где стоял? А я стоял возле дерева. Дракон древний, змей, где полз? Со стороны мавзолея. Так, а ветер с какой стороны дул? Ветер заполз дул очень сильно. Старец заячий ушел, политические перемены. Он все учел. Да им власти еще не дают. патриарх он был в один день нам голову свернул. Так не забывайте зайца. Значит, стоял с правой стороны, а ветер с той стороны дул. На него не попало. Так у змея же правый глаз отсутствует. Он когда-то на сучок противоракетный натолкнулся. Он тебя просто не видел, лопоухий. и как пожирал он нас, давит он нас, так и будет давить. Для нас остается одно плодиться и размножаться. Патриархия они нас люто ненавидят. Не на том уровне вверху, а внизу. С любым поговорите. Они нас говорить не могут нормально. Они о нас говорить не могут нормально. Они плюются. Все, что наше есть, рвут. Они поносят все библейское. Змей не изменился. Этот змей вошел в соединение с митрополитом Сергием. И в 43 году организовал московскую патриархию. Карманную структуру для самой сатанинской власти. Они молятся. Мы не отнимаем благодать. Мы никогда не должны забывать, что так просто дьявол ничего не строит. И поэтому у них задача пришел убить и погубить. Сегодня ветер дует в другую сторону. Они где-то еще нас не замечают. Мы сидим в своем доме, но не остается нам ничего, как ожидать, что будет война. и они нас будут гнать. И нам остается максимально позаботиться о прибыли, плодиться и размножаться, чтобы не стояли после службы, побыли, научились, идите по квартирам, проповедуйте от двери к двери, пока идут они и те же от силы две пары. Мы могли бы уже сегодня свободно отрядить десять пар. Итак, сегодняшний день памяти выхода Господня в Иерусалим. Входа Господня в Иерусалим говорит о воскрешении Лазаря и что ждет его. Казалось бы, ликует весь Иерусалим, столица верующего народа. А как не ликовать духовным вождям, но нет у них совещания. Срочно сенот собрали и рассуждают, что делать. Многие веруют в него. Так вы для этого и призваны. Не для этого. Наша задача, чтобы Израиль пришел к миродвому владычеству, чтобы все народы склонились перед ним. Для этого масонские протоколы, все необходимое для воцарения еврея над всем миром у нас уже есть. Христос ведет не в ту сторону, но люди веруют ради чуда, что там воскрес какой-то лазарь. Так на повестке дня убить лазаря они ничего больше не придумали. но они верующие но решили так тогдашний патриарх синодом. Господи помилуй, да как же может это быть? Мы думали, что хотя бы в церкви мир. Это все говорят. Не надо думать. Христос дал характеристику церковным руководителям. Евангелие от Иоанна 8 44 Ваш отец дьявол и вы хотите исполнять похоть отца вашего. Он был человек убийца от начала и не устоял в истине ибо нет в нем истины. Когда говорит ложь когда говорит он ложь говорит свое ибо он лжец и отец лжи. У них ничего больше нет. Евангелие от Иоанна 10 10 Вор приходит только для того чтобы украсть убить и погубить. Я пришел для того чтобы имели жизнь и имели с избытком. Это на каждом шагу в каждом выступлении каждый священник в любой проповеди самая маленькая их старушка с которой наши встречаются когда идут по квартирам с благовестием. Они говорить о нас даже не могут. Они лгут на истину непрерывно. Почему? Дьявол лжец. Они открыто лгут что мы не признаем Божью Матерь что мы не причащаемся не ходим в церковь говорят обо мне а фактически о вас вы другими то не можете быть ученик не выше учителя поэтому не верить ни одному слову их руководителей хотя бы они умоляли хотя бы трясли перед нами ключами царства небесного мы верить им не можем потому что там не было покаяния они говорят да есть некоторые недостатки упущения если есть недостатки упущения то почему прямо не говорите об этом почему ни один архиерей не вышел перед народом не покаялся а делаете совещание как убить тех которые сказали об их связи с безбожным режимом одно время разрешили быть депутатами и сам патриарх был депутатом они решили что с той стороны они сумеют создать свой туман не получилось они сразу вышли и выпустили новый закон что депутатом быть нельзя священник который после этого не послушался был запрещен и сняли даже санк с него вчера еще иной закон был говорили что можно быть депутатом что можно повлиять на принятие добрых неграбительских законов потом поняли что никакого никак не повлияешь потому что такие же те которые их поставили но закон дать чтобы уничтожать других пока нельзя еще международное масонство не дало сигнала а как только поступит сигнал значит решение принято убить и воскресших вот что мы сегодня можем взять из евангельского чтения и что нужно делать немедленно ставить епископа искать его и поставить лазаря воскресшего то есть в дальнейшем если господь позволит нам быть свободными то нужно думать о том чтобы воскресший из мертвых уверовавший во Христа был епископ вполне возможно что в нашей жизни будут большие перемены но только бы они не наступили в отношении нашим ко Христу к слову Божию нас могут просто покинуть будет еще несколько дроблений и те которые желают соединиться они соединятся им разницы нет одноглавый дракон или семиглавый змей им никакой разницы нет но познавшие слово Божие истину поставившие это на первое место об этом должны очень крепко молиться и искать истинную радость которую нам Господь дарует и не забывайте что завтрашний день называется вертепный понедельник вертепный то есть Христос вошел в храм выкинул торгашей окаянных и сказал Евангелие от Луки 19 46 написано дом мой есть дом молитвы а вы сделали его вертепом разбойников сделали они его вертепом не воскресенье и не в этот понедельник они тысячу лет жили в этом вертепе он говорит дом ваш пуст ничего нет они умиляются ой у нас уже такая благодать уже столько благодати а он благодать у нас отнял они тоже говорили и обязательно ему говорили и они Христа считали самым последним грешником и тогда Стефан сказал деяние апостолов 7 56 вот я вижу небеса отверстие и сына человеческого стоящего деснуем Бога они даже уши затыкали чтобы потом не отвечать в мои уши такая крамова попала они о нас ничего не хотят слышать они говорят что наш архиерей якобы под запрещением поэтому все наши рукоположения бывшие от нашего архиерия за эти 10 лет ничего не значат и он пока еще даже ничего не возразил им я говорю ему почему вы не встали сразу и не вышли когда митрополит Кирилл так унижал нашего архиерея понимаете мы вплотную подошли уже к той стадии когда мы можем потерять друг друга и наши отношения резко ухудшились и хотя епископ уехал как будто помирился по хорошему но на самом деле у меня очень большое беспокойство обольщение с той стороны идет очень сильное но пока ветер дует не в ту сторону и глаз с этой стороны выткнутый как у того удава нам остается одно проповедовать от дома к дому и размножаться а если все зайцы пойдут на благовестие тогда нужно тоже радоваться все закончилось и мы вошли в царство небесное и эта радость будет с нами навсегда по Христе и Иисусе аминь аминь